Ананда Тирта, по собственному замыслу и хитрости, устроил так, чтобы всегда находиться в физическом присутствии Гао-тамы. Гао-тамы предупредил его, что не хорошо так устраивать свою жизнь. Ты привязываешь меня к себе, как жена привязывает мужа, потому что Ананда Тирта, старший брат Гао-тамы, поставил ему условия перед тем, как принять монашество. Он сказал, «Сейчас я твой старший брат. Я могу приказать тебе всё, что захочу, но стоит мне стать твоим учеником, и я потеряю власть над тобой. Поэтому позволь мне воспользоваться своим правом». Вот что я скажу. Когда я стану монахом и твоим учеником, ты никогда не отстранишь меня от своего физического присутствия. Я всегда должен быть рядом с тобой. Ты никогда не должен говорить, «Иди туда-то, сделай то-то». Ты всегда будешь держать меня рядом с собой. Гао-тамы ответил, «Ты пытаешься привязать меня к себе, как жена. Никогда никого не люби. Никогда не поступай так. Это не хорошо для тебя. Это совершенно не в интересах твоего благополучия. Однако ты требуешь этого, как старший брат. И раз ты настаиваешь, я подчинюсь этому. Но я говорю, что это не пойдёт тебе на пользу». Ананда сказал, «Неважно. Я должен быть в твоём физическом присутствии». Он довёл это до абсурда. Он довёл до абсурда своё желание быть в физическом присутствии Гао-тамы. Абсурд достиг кульминации, когда спустя 8 лет разлуки Гао-тамы вернулся навестить свою жену. По крайней мере, она некогда была ею, Яшуткара. Яшуткара была очень гордой женщиной. Когда-то Гао-тама оставил её с младенцем, покинув дом посреди ночи, как вор, не сказав ей ни слова. Он признался, что поступил так. Потому что у него не хватало смелости встретиться с ней лицом к лицу. Он боялся, что если посмотрит в её глаза, то его решимость отправиться на поиски истины может поколебаться. Если он взглянет на своего ребёнка, когда тут проснётся и скажет ему «папа», то его стремление к познанию может ослабнуть. Поэтому он ушёл под покровом ночи. Теперь, спустя восемь лет, он вернулся полностью просветлённый, но достаточно чуткий, чтобы понимать чувства Яшуткары, понимать, что она должна была испытывать, и как она всё ещё разгневана от того, что произошло с её жизнью. То, что случилось в жизни Гао Таммы, было фантастическим. То, что довелось испытать Яшуткаре, нельзя было назвать положительным. Он понимал это. Поэтому он отправился к ней, чтобы узнать, что он может предложить в качестве компенсации за потерю этих восьми лет. Это была деликатная ситуация. Поэтому он сказал Ананде, «На этот раз освободи меня от данного тебе обещания. Я прошу не для себя. Мне она больше не жена, я вышел за рамки этих понятий. Но для неё я всё ещё муж, который оставил её без предупреждения, не сказав ей ни слова. Для неё это чувствительная тема. Она гордая женщина, и твоё присутствие не приведёт ни к чему хорошему». Ананда ответил, «Ты должен сдержать своё обещание». Гао Тамма склонил голову и сказал, «Хорошо». И взял его с собой. Когда Яшуткаре увидела, что он пришёл к ней в сопровождении монаха, она пришла в ярость. Гао Тамма знал, что так будет. Он сказал, «Хотя бы на этот раз освободи меня от данного тебе обещания. Здесь нет ничего духовного, что ты мог бы упустить. Речь идёт о моей жене». Но Ананда сказал, «Нет». Позднее, ближе к концу жизни Гао Таммы, его учение привело к просветлению множества людей. Но Ананда оставался прежним. Одну услугу он нам оказал. Он описал все произошедшие события, согласно своему пониманию. Но очень усердно он всё записал. Поэтому люди спрашивали, «Почему он всё ещё такой?» Столько людей, просто увидев тебя на мгновение, достигали просветления. Они преобразили себя во многих отношениях. Но он всегда сопровождает тебя. Почему же он такой? Гао Тамма просто сказал, «Ложка не может ощутить вкус супа». То, что вы называете гуру, это просто определенная энергия, определенная возможность. Это не личность. Важно ли физическое присутствие? Оно очень важно. Но физическое присутствие не обязательно означает физическое тело. Благость — это не что-то эфемерное. Мы можем сделать её очень материальной. Она так же материальна, как дуновение ветра. Она так же материальна, как солнечный свет. Вначале, когда человек только начинает становиться восприимчивым, пребывание в физическом присутствии гуру очень важно, потому что ваш способ восприятия ограничен только зрением и слухом, пятью чувствами. По этой причине вы хотите видеть его облик. слышать его голос. Так вы понимаете, что он здесь. Да, это необходимо поначалу. Но вам не нужно оставаться такими всегда. Он будет присутствовать вполне физически различными способами. Важен сам свет. Вам не нужно обнимать лампочку. Вы ведь не обнимаете солнце, не так ли? Вы наслаждаетесь солнечным светом. Он питает вашу жизнь. Вы даже не смотрите на него, но всё равно наслаждаетесь солнечным светом. Точно так же и тут. сейчас какой-то человек стал воплощением этой энергии и этого измерения. Природа гуру не ограничена временем и пространством. Поэтому необязательно сидеть рядом с лампочкой, чтобы получать максимум света. Вы можете находиться за тысячу километров и при этом получать больше благости, чем человек, который сейчас сидит рядом с этой Личностью. Гуру всегда в действии. Говорит он или молчит. Но вы обращаете внимание на него только тогда, когда он говорит. Если вы научитесь постоянно замечать его, то увидите, что он присутствует с вами весьма физически, очень физически, так же, как солнечный свет, как ветер, который вы ощущаете. Я думаю, такой материальности достаточно чуть больше, и это может стать ловушкой. Субтитры создавал DimaTorzok